Итак, вот что я нашёл. Пост Диди Политикс, как было и как стало. Это про то, как... И как стала война на Украине. Это про войну на Украине. Как всё было и как стало. И, кстати, Украина... Господи, как будто тысячу лет назад была. Есть ещё такая тема Украины? Заодно и упоминание, ты считаешься бумером. Украина уже как радиошаг. Они давно уже закрылись, но кто-то выкупил их лейбл и теперь использует их как подставную фирму. Да. Которая на самом деле уже не радиошаг. И так, Украина всё ещё в теле. Мне так не кажется. Это же брел. Я про неё уже давно забыл. Вот, вот, вот как всё начиналось. Димка... Говорил, народ, а вы знаете, что Россия проигрывает войну на Украине, которая в 28 раз меньше России? А также, что Россия за три дня потеряла более двух тысяч танков и продолжает их терять. Я бы не назвал это второй армией. И, кстати, Димка звучит как компания по обслуживанию тупых людей, нет? Их слоган «Мы тут в Димка» типа чем-то заняты. Типа чем-то. Он также выставил у себя в статусе эмоджа украинского флага, так что, конечно же, он будет говорить, что другая сторона проигрывает. Это не военное мышление, это футбольное мышление. Вперёд, Джерси. Футбол нужен тем, у кого нет своей армии. Ну, или кто любит играть в куклы. Окей, наверное, так всё и есть. А... Я и не знал. Я и не знал. Кстати, хочу вам кое-что сказать, народ. А вы знаете, что Россия проигрывает войну на Украине, которая в 28 раз меньше России? Нет, я и не знал об этом. Я, конечно, слышал об этом от идиотов. И потом. А теперь, он говорит, ни одна страна в одиночку не может победить Россию. Какая перемена за два месяца. Какая перемена. Ух ты. Ведь ещё в сентябре он... Что, правда? Ни одна страна не может в одиночку победить Россию, даже та, которая в 28 раз меньше? Именно поэтому Украине нужна поддержка, и она получает немало поддержки. Россия сильна. Какого... Это даже забавно. Не каждая военная операция проходит идеально, но и любая другая страна показала бы себя не лучше. Это война. Итак, первый пост был в сентябре. 23-й. 23-й. А это в декабре 20... Я понимаю, что они проигрывают. В сентябре он всё ещё нёс эту хрень. Да. Господи боже. Именно это я имею в виду. С того момента, как стало уже очевидно, что они проигрывают, мне было интересно, сколько времени займёт... Вот, например, на Ютубе эти очевидно сгенерированные ИИ, или проплаченные, и теперь... Они... Кто там был? Линдси Грэм? О. Линдси Грэм только что переобулся. По Украине? Да! Ух ты, он изменил свою позицию. Он официальная марионетка, этот... Димка, Шлимка, я даже не верю, что это его настоящая... А ты не считаешь, что Димка просто таким образом пытается избежать попадания в окопы Восточного фронта? Типа... Не, это бот. Думаешь, бот, да? Я не верю. Вот его страничка. Основатель Украинского прозрачного военного благотворительного фонда. Бывший инженер ПО, братуха, поддерживает украинскую... А, точно. Нет, это точно бот. Курт, это называется прозрачный военный фонд, потому что он явно фальшивый. Начиная с фотографии, созданной ИИ, кончая этой трёхногой собакой. О, это же трёхногая собачка, я уже хочу дать денег. И, кстати, если это лицо и не сгенерировано, при помощи ИИ, то он всё равно похож на бота. Эээ, чего у него глаза такие? Это невероятно. А вот из экономиста, как Украине победить на войне? Ведущая Анн Мэкклвой спрашивает у бывшего генерала, командующего армией США в Европе, Бена Ходжеса, почему он считает, что Украина, несомненно, победит. Хе-хе-хе, сильная задача. Это 24 ноября 2022 года. Ладно, у этого кредит доверия побольше, чем у того бота. Запомните это имя, Бен Ходжес, уж он-то точно не подкачает. Пророк Бен Ходжес. Итак, он как-то понял, что ему не хватает его пенсии. Да. Так что немного налички — это неплохая цена за оставшуюся частичку его души. Мне вот интересно, а сколько именно тысяч украинцев было убито из-за него? Джимми, война — это ад. Война — это ад. Но, к несчастью, других альтернатив не было. Интересно, что... А теперь экономист пишет, что война на Украине, возможно, зашла в тупик. Им пора бы уже подумать о том, как сопровождать свои статьи печальными звуками тромбона. Ха-ха-ха-ха. Каждый раз, когда кликаешь в начале и в конце статей по Украине. Война на Украине, возможно, зашла в тупик. Но ведь генералы-инфлюенсеры в соцсетях сказали мне, что Украина побеждает. Да, что победа не избегает. Теперь, Курт, я даже не знаю, кому мне верить. Ну... Что же мне... Я не могу уже уследить за всеми этими изменениями, происходящими столь стремительно. Я всё ещё пытаюсь осознать тот факт, что Кевин Спейси больше не президент. Ох, как бы я хотел, чтобы он был президентом. Он был. Ну, то есть Мартин Шин. Ну, знаешь, кто там был президентом в сериале? Кевин Спейси. Он не очень подошёл на роль президента в сериале, но он мог бы быть настоящим президентом. Настоящим президентом? А на данный момент, похоже, Путин побеждает в войне на Украине. На данный момент! Что? На данный момент! А когда этот момент наступил? У них есть точная дата? Где-то между сентябрём и... Кстати, они говорят на данный момент, потому что им, в Экономисте, нужно ещё немного времени, чтобы отмыть ещё 100 миллиардов долларов через эту войну. Вот почему они говорят на данный момент. Оу. Ты хочешь сказать... Мне, кстати, нравится этот Монти Пайтоновский стиль графики, который они использовали. А будет ещё эта большая нога, которая потом раздавит его. А мне нравится, как они говорят, что он получает оружие из Северной Кореи. Ага, уже и Северная Корея присоединяется к нему. Да, уже. О, это Великая Северная Корея с её вооружением. Белый дом говорит, что у него кончаются деньги и время для поддержки Украины. Аааа... Что, правда? Это как если ты берёшь и разворачиваешь всё на 180 от реальности. Но потом ты берёшь и проворачиваешь ещё немного от отметки абсолютного бреда, и вот война зашла в тупик, а значит, вы уже проиграли. Это не полная противоположность правды. О, окей, на данный момент он побеждает. Да. И у нас кончились деньги. Это где-то 200 градусов вместо 180. А теперь у них нет денег. Это всё, это уже конец. У них кончились деньги. Извините, но у нас уже нет... Ух ты. Что если мы все станем полицейскими, то у нас будут деньги? А может, что если мы все станем другим государством? А я уже говорил тебе, Джимми, уезжаешь из страны, и отказываешься от гражданства, проникаешь обратно и наслаждаешься частным номером в пятизвёздочном отеле. Да, вот как всё начиналось, и вот как всё закончилось. Шесть ключевых моментов... Разногласи по бюджету. Ну, один ключевой момент мы уже знаем. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова